Добрый день! Поступил следующий вопрос. В дифференциальной диагностике депрессии с психотическими симптомами, биполярного расстройства и шизоаффективного расстройства положен один из критериев конкурентности аффекта. То есть, когда аффект соответствует идее. Есть информация, что если аффект не конкурентен психозу, значит шизоспектр. Но в МКБ-10, что при депрессии, что при биполярном аффективном расстройстве, аффект может быть как конкурентным, так и неконкурентным психозу. Что это? Негласное универсальное правило старой психиатрической школы, неконкурентность, значит шизоспектр. Или разногласие и непонимание современных взглядов на психопатологию. Я бы сказал, что психопатология, психиатрия не является прямо вот такой какой-то абсолютно застывшей жесткой структурой, в которой есть что-то абсолютно не изменяющееся, не корректирующее, не учитывающее вообще никакие факторы внешнего и внутреннего развития человека. Конечно, когда мы наблюдаем, что у человека имеется аффект, аффективное состояние и диаторные компоненты, не обязательно, кстати, психотического уровня. И вот эта вот идея и аффект не совпадают, да, но условно говоря, человек радостно, активно такой веселенький рассказывает о том, как вот он смертельно болен, что у него там отрежут ногу, и что вот потом он будет заниматься тем, что будет искать себе протезы, вот все это так вот весело. Конечно, это не здорово, это не настраивает на то, чтобы оценивать его состояние как непсихотическое. Конечно, здесь мы скорее начинаем искать психоз, чего он радуется, что ему ногу отрежут, или что не две. Ну вот, когда обратное состояние, да, когда человек убитым совершенно видом сообщает, что он выиграл в лотерею 100 миллионов рублей, вот теперь надо с ними что-то делать, и вот. Ну, здесь более логично, да, то есть, ну, всегда депрессивный аффект, он как бы воспринимается более спокойно в психиатрии, чем, наоборот, такой маниакальный задор. Вот, конгруентность аффекта поведению, конгруентность аффекта идеи. Если аффект и поведение совпадают, конечно, это более гармонично. Это с большей степенью вероятности говорит о том, что расстройство носит либо непсихотический, либо максимум субпсихотический характер. Если мы видим, чем грубее выражено вот это вот разногласие между аффектом, настроением, эмоциями и идиаторной компонентой, когда человек радостно сообщает о том, что он является причиной гибели мира, и все сгниют, и всех сожрут черви, и, конечно, это вызывает ощущение вот этого расщепления, схизиса, откуда, собственно говоря, посыл на шизоспектр идет. Но сказать, что это является одним единственным критерием нельзя. Да, это должно вызывать насторожность, это вызывает насторожность даже без всякого медицинского образования. Приведенные примеры очевидно, что даже если у человека какая-то большая удача, а он в депрессии, это как-то более может быть понятно и психологически объяснено любым человеком без медицинского образования, чем если у человека хотят отрезать ногу, а он радуется. То есть, второй вариант, ну, явно гораздо более патологичен с точки зрения психики. Вот. Просто по оценке факторов. А если мы это же наблюдаем и во внутреннем мире, то есть, в интеллектуальной, когнитивной продукции человека, то понятно, что при шизофрении с гораздо большей степенью вероятности мы можем наблюдать, ну, собственно, это и является симптомом шизофрении, да, амбивалентность и амбитендентность в суждениях, в рассуждениях, вот этом вот парадоксальном, патологическом, неадекватном расщеплении эмоциональности, когниции и волевого компонента. Поэтому, да, настраивать на поиск, на, так скажем, на большую настороженность в плане психоза, в том числе и шизофренического круга, это должно, но являться единственным критерием диагностики, естественно, не может. Ну, как, собственно говоря, практически нигде. И один единственный критерий не определяет диагноз. Так что вот ситуация приблизительно такая. Сказать, что это что-то новое или что-то старое нельзя, просто в МКБ в меньшей степени делается упор на какие-то вот такие вот единственно верные критерии. Она становится более такой пластичной, более динамичной. Ну, может быть, это хорошо, может быть, плохо сказать сложно, но, тем не менее, тенденция вот такая есть. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok